Вороне где-то бог послал кусочек сыру, на ель ворона взгромоздясь, позавтракать уж было собралась. Да призадумалась, а сыр во рту держала, да тут лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил, лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил. Почему я начал с басни Крылова? Нет, я не сошёл с ума, хотя это тоже не исключено. У нас сегодня на самом деле необычная доставка. Я совершенно случайно на них наткнулся, и по-моему раньше ко мне не было доставки этих пирогов, а сегодня есть. Называется Крыловые пироги. И это не как вот там сырки Баю Александров, там типа Александров это тот, кто придумал вот этот бренд, да? Нет, Крылов это тот самый Крылов, баснописец Крылов, который про лисицу вот это всё написал. Крыловые пироги заказали через агрегатора, ждём доставку. Причём звонка никакого от них не поступало. Оплатил я онлайн. Не знаю, довезут ли вообще. Ну, в общем, ждём. А пока мы ждём, у меня традиционные, ежемесячные, офигенные новости. Родненькие чизкейк.ру опять радуют. Ребят, вы очень красавчики, сладкоишки, сладкоишки вы мои. Чизкейк.ру по промокоду покашеварим7, а это означает, что это июльский промокод. Покашеварим7, это же июль месяц. В общем, какую акцию мы с ними делаем? Ребят, до 14 июля по этому промокоду вы будете получать не просто скидку 40%, а её вы получать будете обязательно. А ещё в подарок вы будете получать вот такой вот обалденный чизкейк Нью-Йорк 850 граммов в подарок. Обычно мы малиновые тарталетки практически в 100% делаем в качестве подарка. Но вот в этом месяце решили разнообразить, и вот такой вот чизкейк вы будете получать, если закажете от 1990 рублей. Подарки и акции, это, конечно, классно. Чизкейк.ру красавчики, как всегда. Но они красавчики не только потому, что у них такие акции, а потому, что они просто красавчики. У них огромный ассортимент вкусняшек. У меня уже было три, сколько? Три, наверное, обзора на чизкейк.ру или четыре даже, блин. Я перепробовал, мне кажется, всё, что у них есть. Я до сих пор являюсь фанатом круассанов замороженных. Отвечаю, я на прошлой неделе готовился целую противень этих круассанов. Это просто лучшие круассаны в мире. Прям рекомендую, кстати, заказать. Хватит надолго, там прям такой пакетища. Заморозьте и пользуйтесь. И куча другой вкусняшки. В общем, чизкейк.ру, как всегда, красавчики. Плюс вот этот промокод, плюс вот этот подарок. В общем, от души. Всё, что могу, ребят. Всё для вас. Пользуйтесь. Ссылка, естественно, на чизкейк.ру в описании. Пользуйтесь промокодом. И кушайте много вкусняшек. А мы ждём пироги басинные. Пока. Блин, кстати, за это время, может быть, уже чаёк с тобой, Дим. Будешь? Будешь? Красавчик. Один тебе выделю. Так и знай. Всё приехало вот в таких любопытных пакетах. Запечатано наклейкой качество. От крылого пироги называется наклейка качества. Ты смотри, ну как шавушка. Ну, в принципе, слушай, всё довольно тёплое. То есть я не могу сказать, что прям горячо мне. Но 41 градус есть. То есть давайте зафиксируем, что не горячо, но тепло. А когда тепло, это, в принципе, съедобно. И такие же ровные ощущения от всего остального. Фанта тоже приехала прохладная. 14 градусов. Называются они, кстати, пирог маркет. То есть, ну, типа рынок пирогов. Вот. По поводу, значит, названия пирог. Меня немножко смущает. Вот до этого у нас были райские. У меня, кстати, в прошлый обзор тоже про пироги был. Ну, тогда был он реально про пироги. А назывался это райский пирожок. Ну, у вас что ассоциируется со словом пирожок? Ну, пирожок. А тут как раз обратная ситуация. Называются-то они пироги. А по факту они делают пирожки. То есть это маленькие-маленькие штучки, которые называются пироги. В общем, поменяйтесь названиями с райским пирожком. Ну, уважаемые басни пирожки. Вот так вот все упаковано, в общем, как в Макдональдсе. Ну, то есть вот эта упаковка такая же, как в Маке. И, в принципе, пирожки идеологически очень похожи на те пирожки, которые вы в Макдональдсе покупаете. Вот. Давай посмотрим. Тут есть у них пирожки голубые. В хорошем смысле слова. Слушай, я на заказу просто капец сколько всего разного. Посмотри. Брендированные салфеточки. Рекламка. Причем странно, тут как-то очень ограничено меню. Оно какое-то скромное. То есть тут шесть позиций всего. Так, значит, во второй части у нас фиолетовые пироги. Мы сейчас будем с вами разбираться, в чем прикол и почему именно так. А почему так много? Я, блин, реально столько заказал? Я че? Я в шоке. Мне же это все надо будет попробовать. Вроде кажется, всего три пакета. А по факту, блин, мне сегодня съесть придется гораздо больше, чем обычно. И я бы не сказал, что мне это очень радует. Так, у нас здесь еще дополнительно. Опять реклама, салфетки, ложки под супы. У них еще и супы есть, да. Причем вроде бы за весьма умеренные деньги. Да елки, это просто бесконечный анбоксинг. Нет, все, закончилось. Последний какой-то супчик грибной. И все. И мы готовы начать пробовать. Ну, в общем, сейчас я иду за мизимом. И мы это все попробуем. Проверим, взвесим, попробуем. И нам будет хорошо. А потом станет плохо. Я уверен в этом. Так всегда происходит. Легкая паника. Взял себя в руки. И начинаем обзор. Итак, значит, по поводу размеров. Размеры пирогов, в общем-то, два всего. Маленький и большой. Сейчас мы разберемся, какой есть какой. По поводу начинок. Начинок большое количество. И они необычные. То есть, нет просто пирога, например, с сыром. Или пирога ветчина-сыр. Вот, ну, как бы банальные какие-то вещи. У них все довольно необычно. Вот, например, там, пирог. Картофель с окороком. Говядина бифстроганов. Вот, это, кстати, один из самых, наверное, обычных. Судак с яйцом. Кролик в гречке. Фасоль и сыр. Колбаски поохотничьим. Гусь с лисичками. Курица в лапше. А, а, а. И вот, понимаешь, вот так вот. То есть, очень необычные сочетания вкусов. Например, вот лисички я хочу попробовать. Да, что там, судака хочу попробовать. Хоть я не очень люблю рыбу, но, в принципе, это интересно. Фунчоза с вешенками. Да какого хрена я не хочу это попробовать? Это любопытно. Вот, значит, формат этих ребят какие? У них есть штук 6, наверное, или 8 точек. То есть, их реально можно где-то в Москве встретить. Видимо, там, на фудкортах. Ну, сейчас вот пробежится на экране, вы увидите, да, где они есть. То есть, их можно встретить. Возможно, кто-то из вас встречал. Поэтому, если кто-то встречал, пишите свое мнение, что вы думаете об этих пирогах. Ладно. На каждом пироге написано. По гурманим. Это хэштег. И на каждой пачке указано, что внутри. То есть, есть наклейка, на которой написано, что конкретно внутри лежит. На коробках, кстати, басни Крылова есть. Вот, например, проказница, мартышка, осел, козел, ты косолапый мишка. Затеяли сыграть квартет. Написано вот на этом пироге. Когда в товарищах согласия нет, на лат их дело не пойдет. Слушай, прикольно. Мы еще можем и подтянуть с вами наше литературное познание, выучив несколько басен. А их всего две. То есть, на голубых про согласие. А здесь басня Квартет. Забавно. На супах, я надеюсь, басен нет. Да, на супах басен нет. Это приятно. Я, на самом деле, не просто так не могу никак перейти к обзору, потому что, как это все попробовать? Как это начать? Ну ладно, давай. В общем, вот такие вот пирожки. Все, погнали уже сюда. Просто взяли и сделали. Погнали. Первый пирог, который мне взялся в руки, это фарш, фасоль и сыр. Вот это, видимо, большой пирог. Давай сразу попробуем, например, вот ту же фунчозу с вешенками вскроем. И посмотрим, что из себя представляет маленький пирог. А маленький пирог, да капец, вот все. Маленький пирог. Вот это большой пирог. Он, по ощущениям, в три раза больше, чем маленький. А по цене? Ну вот, курица в лапше. Вот этот маленький пирожок стоит 49 рублей. Филе суповой курочки в лапше в сырно-сливочном соусе. Вот этот большой пирог, ну как большой, относительно маленького, он стоит 149 рублей. И весит должен 180 граммов. Давай мы это и проверим сейчас. Вот, нормально, 198 граммов. А маленький пирожок, он вообще что-нибудь весит? Маленький пирожок 54. 54, смотри, а должен 60. То есть, вот это, между прочим, 10% недовеса, да? И этому оправдания нет. Такого быть не должно. Недовес, перевес. Первый залет, помимо недовеса от Крылова, да, я заказывал. Вот у меня в заказе четко указано. Фунчоза с овощами. А мне привезли фунчозу с вешенками. Я человек не капризный. Но вешенки я не считаю, не считаю никоим образом овощами. Короче, это странно. Либо они наклейку перепутали. Но мы сейчас посмотрим внутри пирога. Вот мы разрезали этот микро пирожок. И здесь фунчоза с овощами. То есть, они просто перепутали наклейку. Поэтому, как бы, неправильно так делать. Но пережить можно. В общем, вот пирожок. Хрустящее тесто. Видимо, во фритюре готовится. Внутри начинка. В общем, ну как Макдональдс. Блин, Дим, четкие ассоциации, да? Да, конечно, я же сразу искал. Ну да. Но начинки необычные. Давай попробуем. Ну, во-первых, пирожок очень маленький. Объективно, это на два укуса. То есть, да нет. Какой там на два? Просто положил и съел. То есть, это один укус. 50 граммов. Очень маленький пирожок. Я, конечно, понимаю, наверное, это ручная работа. Но судя по тому, что он довольно кривой. Наверное, это ручная работа. То есть, как-то заготавливают. Вручную защипляют вот это все тесто. Тесто четко напоминает пирожок от Макдональдса. Вот новый, вот этот итальянский пирожок, который недавно мы тестировали. То есть, что это такое? Фунчоза с овощами? Ну, короче, пока я не могу ничего сказать. Давай смотреть следующие пироги. Потому что какие-то выводы делать сейчас рано. Что изменится, когда я попробую все эти 15 пирогов, я не знаю. Следующий большой пирог. Фарш, фасоль и сыр. Вот он, смотри. Сверху еще кунжутик, да. Он выглядит немножко по-другому, чем тот. То есть, само тесто выглядит иначе. Оно не похоже на зафритюренное тесто. Оно похоже на как будто бы выпеченное тесто. Приятный запах пошел оттуда. Могу сказать, действительно приятно. Здесь действительно фарш. Непонятно какой. Правда, куриный, говяжий или может еще какой-то. Тут фасоль и сыр. Ну, видимо, он вмешан в фарш. Причем фарш еще, судя по всему, в каком-то... С добавлением чего-то томатного. Ну, судя по цвету. Вот такой вот пирожок. Ну, довольно... Вот это похоже хотя бы на еду. То есть, тут можно хоть что-то укусить. И причем не один раз. Тесто тонкое. Перед тем, как попробовать этот пирог, у меня в голове родилась ассоциация с бурритой. Ну, фарш, фасоль и что-то типа того. Сырок, да. Но по вкусу это не похоже на буррита. Консистенция внутри мягкая. Я хочу сказать, довольно мягкая. Она прям феноменально мягкая. То есть, она как паштет практически. В том числе и фасоль тоже. Фасоль не создает дополнительных сложностей в жевании. Вот. По вкусу хорошо. Немножко остренько. То есть, к фаршу добавляет явно какой-то перчик. Возможно, красный. Фасоль в тему. Ее не так много. Она не доминирует. То есть, ну, фасоль, она немножко вяжет рот. Как бы, как по моим ощущениям. Здесь такого нет. То есть, фасоль просто она для сытности добавлена. В целом, фаршик вот этот с сыром и с томатами, и с какой-то остренькой. Он довольно прикольный. 150 рублей такой пирог стоит. Он как бы, ну, то есть, если... В сравнении с предыдущим, этот хотя бы можно взять и поесть. То есть, ты что-то съел. Но один пирожок вообще не насытит. Потому что он весит довольно мало. Два пирожка уже может быть ничего. Плюс напиток, ну, это уже становится там рублей 400. Еда не дешевая. Несмотря на то, что ощущение, что цены весьма адекватные. Что такое? 49 рублей пирожок. Ну да, но он вот такой вот. А пирожок побольше, он уже не 49 рублей. Он уже 150 рублей. 150 рублей, это уже, между прочим, деньги. Но, тем не менее, любопытный продукт. То есть, я не могу сказать, что меня прям вот бомбит там неадекватная цена. А такого нет. Нет такого ощущения. Потому что, ну, черт подери, я поел фарш с фасолью и сыром. Где я поел еще фарш с фасолью и сыром? Но это не самое интересное, конечно, сочетание. Давай, давай что-нибудь необычное. Например, харчо, пирожок реально с начинкой харчо называется. Ну, реально, вот что, не веришь? Во-во-во-во. Вот он, микро пирожок. Он маленько попузатее, чем предыдущий собрат. Харчо с говядиной. Вот этот пирог, кстати, стоит 59 рублей. А весит он 55 грамм. А должен 60. Вот опять недовес в маленьком пирожке. То есть, вот видишь, с нанотехнологиями ребята не очень дружат. Не очень получается соблюдать то, что сами заявляют. Итак. О! Ну, я не знаю, харчо, не харчо. Но такой запах пошел прикольный. Запах фарша. Опять тонкое тесто. Там рис. Тут мясо мягкое видно, да? Оно такое. Ну, не фарша, а вот именно кусочки мяса. И как-то вот... Ну, все довольно сочно. То есть, там много... Много влаги внутри этого пирожка. Какой-то аромат очень странный. Такой медицинский, короче, запах. Не, помимо там того, что пахнет фаршем, есть еще и запах стоматологического кабинета. Ширия. Я каждый раз, когда такой запах встречаю, я не знаю, не могу вспомнить травку, которая дает этот запах. Ну, что-то типа, наверное, шалфея какого-то. Фиг знает. Вот, ребята-травники, кто разбирается в специях. Или анис, анис. Это, наверное, запах реально аниса, хотя в харчо анис. Анис, харчо, харчо анис. Я не знаю, это вообще законно или нет. Чуть странный при запах, короче. Эти пчелы делают вообще неправильный мед. Я не знаю, почему они назвали это харчо, но потому что рис и мясо, ну, называли бы плов или не знаю. Ну, то есть, короче, вкуса харчо нету. Остроты харчо нету. Возможно, после прошлого пирога мне острота не чувствуется, но он менее острый, чем даже прошлый пирог с фаршем. Вообще не зашло. Вообще непонятный вкус и вообще непонятная консистенция. И не суп, и не начинка, и что-то странное, короче. Плюс все-таки у меня начинает формироваться понимание, что 60 рублей платить за этот мини-пирожок я не хочу. Мне их надо взять, блин, 5 штук хотя бы, чтобы как-то почувствовать, кайфануть. Но с другой стороны, опять-таки, вот это вот всегда будет два конца у этой палки. С другой стороны, вроде бы и круто взять 5 пирожков и попробовать сразу много разных вкусов. Но пока, пожалуй, еще не было ни одного вкуса, который, как бы, ну, впечатлил бы. Может быть, гусь с лисичками впечатлит, а может и нет. Это большой пирог. Большой пирог гусь с лисичками. А ну, а ну, здесь нет никакого кунжута, а может быть, да, и хорошо. О, кстати, смотри, они еще дублируют наклейку на бумажку, да, не знаю зачем, но окей. Окей. Лучше перебдеть. Гусь с лисичками. 172 грамма. Довольно увесистый пирожок. А внутри у нас паштет. Тоже очень влажно, я не знаю, что они еще добавляют вот сюда, ну, то есть, что-то как будто сливки или, может быть, закрахмаленное молоко. Вот, но в целом, как бы, да, это очень похоже по консистенции на фарш, то есть, на, ой, на паштет. Вот, и плюс, хотя вот рваная структура мяса, она тоже виднеется немножко. Ладно, давай пробовать. 213 рублей стоит вот этот пирожок. Потому что начинка необычная, поэтому и цена необычная. Блин, гусы. Твою мать, я думаю, откуда тут странные вкусы, блин. А тут надо дочитывать. Гусятина с лисичками, яблоками и картофелем в соусе из Мадеры. Вкус необычный. Консистенция обычная. То есть, что по факту, короче, я сейчас ощущаю. Я действительно чувствую яблочный привкус на выдохе. То есть, когда ем, не чувствую, на выдохе чувствую. Я чувствую гусиный вкус. Вкус паштета гусиного. Прям, скажем так, реально, вот как будто вкус паштета из печени гусиный. Привкус Мадеры, хрен ее знает, не пойму. Короче, вот, но какой-то определенный такой фруктовый, фруктовый послевкусие есть. Я думаю, в первую очередь, скорее всего, яблоко чувствуется. Да хрена я классный гурман. Я, честно говоря, Мадеру не пил. Но Мадеру это же вино, да, Дим? Да. Это вино. Просто винишко, короче. Короче, я не понял. Не потому что я тупой, а потому что, наверное, у меня просто вкуса нет. Вот, привык к своим там вот этим пиццам всяким. Пепперони. Я этот вкус не понял. Для меня это обычный паштет, ну, с небольшой волокнистостью. Это вот касательно структуры, да. Странный пирожок. То есть, вот если спросите меня, хотел бы я его еще вот поесть, ну, пожалуй, нет. Мне эта структура не понравилась. Так, тот же вот фарш с сыром мне понравился больше. Ну, необычный вкус какой-то есть. Что, хотите пробовать, хотите. Все, я сливаюсь с этого пирога. Давай следующий какой-то понятный. Вот, например, холбаски поохотничьей, блин. Почему нет? Вот, 133 рубля стоит. Это большой пирог, вы уже, наверное, тоже умеете отличать, да. Дальше у нас идут пироги почему-то без кунжута. Хотя первый был с кунжутом. Ну, смотри, 180 должен весить. 183 весит. А давай мы уберем наклейку и упаковку. Сколько это будет весить? Ровно 180. Вот это, смотри, все прям по ГОСТу. Так, это охотничьи колбаски. И мне кажется, это может быть неплохим пирогом. Там охотничьи колбаски, потому что, вау. Колбаски по охотничьи, сосиски, капуста, картошка и грудинка в томатном соусе, короче. То есть, просто так по названию ты до конца и не поймешь, что там содержится. А там дофига всякого. Тут немножко отличается от того, что мы видели. Тут уже более крупные куски. Видишь, вот прям колбаски. Какой-то соус прикольный оранжевый. Картошка, вот она. Это же картошка. Картошка, нарезанная кубиком. Пахнет тупо солянкой. Обычной солянкой. Капуста, колбаски. То есть, ну они еще харм. То есть, все, что вот мы обычно дома готовим, привыкли, да? Они это в пироги добавляют. Че, зашибись. Это вкусно. Реально солянка. Вкус солянки в этих пирогах активно присутствует. Подкопченый привкус, какая-то сладкая томатность из-за соуса. То есть, в целом годно, в целом годно вот этот пирожок мне понравился. 133 рубля стоит и цена не такая шокирующая, как у гуся. Я решил вас немножко отвлечь от пирогов. Давайте супчики посмотрим. У них вот три супа и мне кажется, я все взял. Я вообще у них все взял. Грибной 126 рублей. Борщ 126 рублей. Лапша. Правильно, вы угадали. Тоже 126 рублей. По 250 граммов каждый супчик должен весить. Да как? Оп. И томатники. Оп. 258. Ну, с учетом, коробочка больше 10 грамм весит, поэтому небольшой недовес. Чего? Вообще большой недовес. 220 граммов. И в томат, здесь тоже будет недовесик. 223. Вот это странно немножко. То есть, везде заявлено 250, 250, 250 грамм. А в двух супах у нас недовес по 30 граммов. Это немножко печалит, да? Нам дали 3 ложки на 3 супа. Ну, смотри, вот как бы грибной суп, он очень жиженький, да? То есть, прям совсем-совсем. Ну, смотри, грибок попал. Ничего себе. Он очень жидкий. То есть, я к таким крем-супам не привык. Что касается супа, например, лапши, то здесь претензий нет. Посмотри, тут много грудки куриной. Тут опять, вот она, картошечка, нарезанная кубиком. Это они умеют. И борщец. Борщец с говядиной. Ну, он, конечно, скорее с капустой, прежде чем с говядиной. Но, тем не менее, и говядиной здесь, посмотри, есть несколько кусочков. Аж штуки четыре точно мы найдем. А вот я-то наговариваю на грибной суп. А он, зараза, вкусный. А он, причем вкусный-то, зараза, знаете почему? Он вкусный. Потому что он отличается от крем-супов, к которым мы привыкли. Они в основном сливочные. С грибным вкусом. А тут, скорее, грибной вкус. А потом уже всякая вот эта сливочность. И я читаю описание. И помимо шампиньонов, я вижу в составе белые грибы. А помимо того, что я вижу белые грибы, я еще и чувствую хороший грибной вкус. Шампиньоны такого не дадут. Поэтому даже половинка какой-нибудь грибочка, добавленная на кастрюлю супа, она сыграет свою роль и добавит вкуса к вашему грибному супу. И вот здесь вот мне этот суп нравится. Пусть он не такой густой, но по вкусу он хорош. За 126 рублей я бы такой супчик хлебал. А я и похлебал, чё. Что касается куриной лапши. Он вообще не соленый. Наипреснейший суп, что я ел в своей жизни. Бульончик тоже не впечатляет. Он как будто бы вот на этих же куриных грудках и сварен, короче. Это как бы можно делать, но когда ты покупаешь такую, знаешь, желтую худую курицу на рынке для супа и варишь бульон там 2 часа. Вот это бульон получается. Адский. Здесь так. Ладно, ну и борщ давай прям с говядиной сейчас бахнем. Аж 2 куска говядины взял. Кайфовый борщ. 5 баллов ставлю этому борщу. Нифига себе. Очень вкусный. Он и сладенький, он чуть-чуть кисленький и такой насыщенный по вкусу. В доставках, пожалуй, один из вкусных борщей, что я ел. Удивительный контраст. Серьезно, то есть вот лапша настолько невкусна, насколько вкусны грибной суп и борщ. За 126 рублей супы у этих ребят брать можно. Ну действительно, то есть, ну во-первых, порция нормальная, там есть что поесть. Во-вторых, вкусно. Конечно, было бы неплохо, если бы тут была сметана, а грибному супу добавили бы гренок. Ну просто мы так привыкли. Но вот что касается борща, он абсолютно полноценен и мне даже не хочется сметаны добавлять. То есть это действительно вкусный борщ. Отлично. Респект Крылову. Как к ним обращаться, даже не знаю. Пирог-маркет. Респект пирог-маркет. Супы вкусные. Кроме лапши. Лапша что-то вообще недоделанная какая-то. У меня, кстати, еще есть сладкие пироги. Это на потом оставим. Давай вообще вот так вот. Прям вот по три пирога. Хочу растягивать. Всем гавриси. Смотри. Курица в лаваше. Говядина бифстроганов. Вот реально, смотри, они все, что мы дома готовим, они в пироги кладут. Эй ты, стоять. Что на этих пирогах? Вот очень странно. Вот это вот сверху. Какая-то белесость определенная есть. Вот почему она образуется. Я не знаю, в чем висит физика процесса. Есть смысл взвешивать. Они одинаковые. Они стопудово весят столько же, сколько и не должны. Ну вот 60 граммов. Ну нифига. Ну вот смотри. 60. Да нифига. Ну смотри, здесь 60. Да хрен там 60. Нифига. То есть вот сегодня, наверное, один пирожок у меня в общей сложности ребята украдут. А я называю вот это воровством, когда они докладывают, честно. Биф строганов. Курица в лаваше. Но в пирожках вот приятно, что они хрустят. Курица в лаваше. И еще один пирог семга в рисе. У них уникальная способность, короче, из всего делать паштет. Вот посмотри, биф строганов, да? Ну, биф строганов для меня это кусочки говядины в сливочном соусе. В сметанном иногда. Это курица. Тут тоже что-то паштетное. А вот семга в рисе вообще выглядит очень странно. Ну, то есть я не знаю. Тут непонятно, где рис. И тут непонятно, где семга. То есть тут рис превратился просто в какой-то клейстер. Биф строганов. Просто паштет. Просто паштет. Вот странно. Когда они называют, понимаешь, вот, например, они пирог с фаршем и фасолью, его можно было назвать пирог буррито, короче. Но они его не назвали. Но там было похоже на буррито. Но здесь они называют говядину биф строганов. А общего по вкусу ничего нет вообще. Не, ну, понятно, там есть какой-то измельченный фарш со сметаной и типа все. Но это не биф строганов. Вообще ничего общего. Курица в лаваше. Курица в лаваше. Вот это я вообще не понял. То есть тесто, а внутри... Ну, потому что по начинке нихрена не поймешь. И в описании написано. Филе суповой курочки в лаваше в сырно-сливочном соусе. То есть там перемолотый лаваш или что? По вкусу нет такого ощущения, что там есть лаваш. Максимально странные начинки. Непонятные мне. В общем, курица в лаваше более-менее по вкусу. Биф строганов тоже съедобный. Но это не биф строганов. Это просто, ну, такой говяжий паштетик там с овощичками, с добавлением сметаны. Ну, вот семга. Вот это вот самое непонятное для меня. Семга в рисе. 69 рублей. Семга в рисе с яйцом и оливками. Оливками. Вот у этого, кстати, есть хотя бы какой-то интересный вкус. И даже рис непереваренный попадается. То есть он там есть. Все, что мы видели на разрезе, оно, наверное, не столь актуально. Забираю назад. То есть рис имеется. Рис имеется. Сливочный соус. Семга. Оливки. Это необычно. Это необычно. Блин, из-за оливок. Так вот, я стал и хорошо относиться к оливкам, поэтому скажу да этому пирогу. Нормальный вкус. Действительно чувствуется оливки. Чувствуется семга, что приятно. Рис создает просто дополнительную консистенцию и питательность. А сливочный соус тоже есть, короче. Все. Вот это можно взять. Что касается курицы и бифстроганного, ну такое. Типа возьмите, но они... В общем, вот все вот эти паштетные истории, которые связаны с мясом, птицей, они у них как-то похожи. И похожи они не потому, что они паштетные, а потому что они реально как-то все как будто бы и по вкусу похожи. Это я, наверное, немножко нагнал. Все-таки отличаются. Но слабо интересные. То есть нет структуры, понимаешь? То есть нет структуры, вот когда ты ешь. Блин. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот ты, например... Если я беру пирог там с капустой, ну классический пирог с капустой, я должен чувствовать структуру капусты, чтобы это не была вот такая вот мазанка какая-то, да, жишка. Когда я беру пирог с мясом, я должен чувствовать фарш. Вот мне это важно почему-то. А здесь же получается в каждом пироге вот эта вот вся вот какая-то размазанная история. То есть она вот... Да, в этой вот штуке есть какой-то вкус в каждой, но по консистенции она размазана, поэтому не получаешь удовольствия. То есть, ну это типа как... Ну как космическое питание. То есть для того, чтобы запихать все в тюбик, да, его делают примерно одинаковую консистенцию. Хотя я снимал, кстати, обзор на космическое питание, и там были вкусные штуки, блин. Реально, давным-давно, год-три назад был на Космопит обзор. Вот здесь давайте ссылочку оставлю. Посмотрите, там действительно было вкусно. Компот, блин, там... Один из самых вкусных, наверное, Дим, слышишь, компотов было этого, из сухофруктов, там кайфовый был компот, реально. В тюбике. Твою мать, в космос хочу. Сколько там у Илона Маска стоит это на Марс экспедиции? Сколько-то миллиардов там? Примерно, да. И по здоровью мне подтянуть надо, а то не возьмет. Так, в общем, ребят, все. Собираем на экспедицию на Марс. Ссылки на карточку в описании. Запишемся к Илону Маску. Может, возьмет меня к 30-му году. Кролик в гречке. Есть такой, да? О, у нас еще большой, кстати, пирог бифстроганого есть. А вот и кролик в гречке. Вот некоторые пироги можно выбрать маленькие, а некоторые нет. Некоторые по умолчанию только большие есть у нас. Так, ну давай, вот смотри. Кролик в гречке и судак с яйцом. Ёлы-палы. 160 рублей стоит кролик в гречке. И я предполагаю, что столько же примерно стоит и судак с яйцом. Да, 170 рублей стоит судак. Ну, потому что он судак. Ну, опять вот эта вот жишка, блин. Дима, ты сейчас попробовал, сказал, что вроде, типа, нормальные пироги. Ну, да, а что? Ну, да, да нет. Я, например, тоже не сказал, что они плохие. Ну, смотри. Ну, что, ну, вот они все вот реально одинаковые по консистенции какие-то, да? Судак белый. Кролик в гречке. Гречки опять не видно. Непонятно, в общем. Зашибись. Кролик в гречке по вкусу норм. Вкусно. Ну, там нет гречки почему-то. Ну, вот ощущение, что нет гречки. Сам соус прикольный. Сметаный такой кисленький. Привкус кролика чувствуется. Ну, почему это кролик в гречке? И почему это все время вот такое размазанное? Ну, не знаю. В общем, у меня уже начинает формироваться итоговое мнение по поводу этих пирогов. Оно не плохое, не хорошее. Но оно есть. Вот не поверите, даже судак с яйцом имеет лучшую структуру, чем мясные пироги. Я чувствую хотя бы волокна рыбы. И вкус рыбы чувствую тоже. И оливки. Они к рыбам все время добавляют оливки. Скучноватый какой-то обзор получается. Короче, не знаю. Вот кролик мне по вкусу понравился. По консистенции. Да бог с ней, ладно. Я уже тоже привык к этой консистенции. Есть и есть. Картофель с окороком и говядина Бифстроганов уже в формате большого пирожка. Давай мы их тоже попробуем. Смотри, а тут они почему-то наклейку не наклеили. Вот так вот через раз видишь, что клеит, то не клеит. Давай, давай. Я почему Бифстроганов взял еще один, не знаю почему так сложилось. Но на самом деле сейчас я его разрезаю, потому что у меня есть надежда, что может сюда они кладут. Да нет. Та же самая мазанка. Вот это паштет Бифстроганов. Даже пробовать не буду. Так, а картофель с окороком. Вот они, кубики картофеля. Здесь вот что-то структурное. Смотри, кубики моркови, да, и там окорочок вот этот копчененький, типа покупной. 133 рубля стоит, кстати. Это один из недорогих пирогов здесь. Получается, по цене, которые ниже всего были, они, по-моему, по вкусу самые адекватные. Вот этот картофель с окороком вообще нормально. И окорок копчененький, и картошечка, и какой-то там соус тоже типа такой сметаненький добавлен. То есть очень адекватно. Ладно, Бифстроганов. Сука, паштет. Я не знаю, что сказать. Перед тем, как мы попробуем сладкие пироги, я еще хочу разобраться, что это за коробочки. Потому что там какие-то закуски у них тоже есть. Опа. Опа. И еще какая-то опа. Давай посмотрим, что это. Крокеты с сыром 63 рубля всего стоят. Овощные шарики. Вот они. 77 рублей. И еще какая-то непонятная штука. Почему-то я ее не нашел у себя. Может, это подарок какой-то. Сейчас будем разбираться. Короче. Овощные шарики должны весить 64 грамма, а они с коробкой 63 весят. Крокеты с сыром 75 граммов. Ну, тут будет все зашибись. Потому что вот так. И вот эта неведомая штука в виде одной палочки 77 граммов одна весит. Спасибо ей за это, но что это такое, я не понял, честно. Крокеты с сыром это не что иное, как картошка, ну, то бишь, драник. Или подожди, или это может быть крокет с сыром. А, вот крокет с сыром, он один. Вот это и есть крокет с сыром 75 граммов. Так, там внутри сыр, снаружи картошка, а внутри сыр с зеленью причем. Какой-то написано плавленый сыр, хотя по внешнему виду это похоже, как будто бы это, ну, типа Хохланда какого-то, да. Белый такой творожный сыр. Ну, и овощные крокеты давай посмотрим, что они из себя могут... Опа, опа, вот оно что. О, видишь? Вот так вот это выглядит. Хе-хе, забавно. Драник с сыром зашибись. Крокеты, крокеты, блин, драник с сыром. И реально сыр такой солененький, то есть он не плавленый, как дружба. Вот такой солененький, сливочно-солененький какой-то. В общем, это вкусно, это вкусно. Вот эти медальоны подсказывают мне, что это... Да, это то же самое, что драник до этого с сыром, только без сыра. Картофельные драники, я не помню, что я их заказывал, вот сейчас вот вы увидите, сколько они стоят. Но если это стоит рублей 70, то в принципе норм. И овощной крокет, коих 4 штуки в комплекте. А, овощные шарики. Кукуруза, вода, пшеничная мука. Стабилизатор, что-что-что-что. Необычные шарики по вкусу и структуре, то есть если пироги скорее скучны, то вот эти вот фритюрные темы, картофельные плюс овощные, они довольно любопытные. То есть вот это вкусная закусочка. Она, во-первых, такая яркая внутри. Понятное дело, что ты не будешь это рассматривать, ты закинулся и жуешь. Снаружи хрустящая, внутри сладкая кукуруза, довольно интересная структура, там прикольный томатный какой-то соус. То есть в принципе это прикольно и необычно. Вот эти вот шарики овощные мне понравились. Равно как и драник с сыром мне понравился. Равно как и просто драники. Они тоже в принципе прикольные. Вот, в общем вот эти вот закусочки у ребят брать можно. Они по крайней мере какие-то интересные, то есть не какие-то там банальные картошка фри, там вот это все, что у всех доставок, да, а что-то такое необычное. То есть вот, например, таких овощных кругляшков я не ел. Ладно, у нас остались сладкие пироги, клубника и яблоко-корица. По 90 рублей эти пироги стоят. Они в упаковке для маленьких пирожков, но здесь пироги даже по весу. А, нет, их просто по два. Вот и все, смотри, 70 рублей, их тут по два. Клубника лайм, что опять-таки, да, заявка на необычность. А вот клубника лайм, один пирожок. В чем магия? Яблоко-корица, два пирожка, как в Макдональдсе, типа маракуйя, да, подается. 89 рублей. И это 89 рублей. Причем странно, вот эти два 120 граммов должны весить. По весу и то, и другое одинаково должно весить, по 120 граммов. Давай проверим. Опять, блин, не до веса. Опять, блин, не до веса. Все, уже они, пироги не хрустят. Блин, смотри, они даже со сладким так же поступили. То есть, тут просто детская агуша, блин, детское пюре-агуша клубничное, понимаешь? То есть, они даже не попытались сделать так, чтобы там оказались яблоки. Они тупо все пюрируют. Так, яблоко-корица, но надеяться на то, что там будут кусочки яблок, я не могу. Потому что, ну да, но это же, вот, смотри, и тут пюре, да что такое вообще? Почему у них такая любовь к беззубым, что ли, я не знаю. Хотя, сам пирожок вот здесь довольно твердый. То есть, не сказать, что это для людей со вставной челюстью, понимаешь? На сайте при этом у них нормально все нарисовано. То есть, яблоки, корица, там прям кусочки яблоки. Вот, пирог, клубника, лайм, пожалуйста, вот, смотрите. Посмотрите, кусочки, кусочки, а не вот это вот все. Тем не менее, довольно вкусное яблочное пюре. Яблоко-корица, прикольная пирожка. И здесь это пюре, оно как бы даже в плюс, наверное. Я бы, наверное, и запеченными яблочками похрустел бы, вот, маленькими кусочками, кубиками. Но здесь пюрешка, она прикольную консистенцию создает. То есть, это молекулярная кухня, типа, понимаешь? То есть, не как обычно, сделали по-другому, и это довольно вкусно. И по консистенции приятно есть. А вот клубника лайм, ощущение такой какой-то еще сливочности. То есть, не клубника с лаймом и сливочным сыром. То есть, они взяли клубнику, лайм со сливочным сыром и все это в блендер. Получилось-то реально вкусно. Учитывая, что с клубникой, в принципе, бы не получилось ничего толкового. Ну, в том плане, даже если ее порезать кусочками, после выпекания она все равно будет такая вялая вся. Ну, то это решение с клубничным пирожком, оно, в принципе, правильное. Вкус обалденный получился. Клубника, лайм и сливочный сыр офигенно по вкусу. То есть, мне вот этот пирожок очень понравился. Равно как и яблоки с корицей. Хотя я не люблю корицу, но тут нет такого доминирующего вкуса корицы. Тоже вот это пюре, она, в принципе, зашла. Пожалуй, вот эти пирожки прям лайк. То есть, сладкие пирожки от крыловских пирогов. Это вообще нормально. Реально понравилось. Пойдет. Вот и не оценки. 65 баллов набирает у нас от крыловой пироги. Значит, короче. Я пока оценки выставлял, я понял, в чем у меня диссонанс. Диссонанс у меня в том, что как бы у нас вот эта компания, да, ну, название этой компании от крыловой пироги, они нас отправляют к классике какой-то. То есть, понимаешь, ну, что-то вот... У них даже на сайте написано, почему мы пироги от крылового. Потому что крылов, там, басни, вот это все. Он любил пироги. Ну, то есть, что-то такое вот... Когда вот щечки там томленые. Ну, вот все как, да, в Древней Руси, скажем так, да, когда все это подавалось, там, пироги. А здесь такого нет. То есть, ты как бы... Мы получили, вроде бы, пироги, которые должны быть классические, мы получили в формате Макдональдса, в новом формате. Хотя начинки они попытались сделать необычные. Но эта необычность абсолютно потерялась в подаче пирогов. Потому что структура начинки, она не позволила раскрыть вкус их. Наверное, вот так вот я бы сказал. Но ведь это же важно, да? То есть, очень важно, какая структура еды, которую ты ешь. Если любую еду перемолоть в блендере, она... Ну, она потеряется. Она потеряет вкус. Вот здесь вот та же история. Я не говорю, что они в блендере мелят. Нет, наверняка это не так. Но структура, блин, вот там утки, вешенок, понимаешь? Она вся вот пастообразная. Но это, конечно же, влияет на восприятие. То есть, я не кайфанул. Как бы идея, может, и неплохая. Сделать современные пирожки, которые мы привыкли видеть в Макдональдсе и в других фастфудах с необычными начинками. Может быть. Но по факту, вот с точки зрения вкуса, я не получил никакого удовольствия. Пока я болтал, вы, наверное, уже изучили, какие оценки поставил. Я не знаю, что тут комментировать. Цена 3, потому что, ну, по факту, это дороговато. Вроде бы цена низкая, но очень маленький пирожок. А там, где пирожок побольше, уже и цена такая, сколько шаух стоит. Вкус, качество я поставил 3,5. Именно из-за того, что я недополучил ощущения, на которые, в принципе, я надеялся. Соответствие 2. Ну, извините, но в каждом пирожке недовес. В маленьком, захудаленьком пирожке, маленькие захудаленькие недовесы. Но, учитывая, что пирожок маленький, этот недовес считается большим. Сервис я поставил 3 из-за того, что у нас произошли какие-то непонятки с заказом. То есть, я заказ сделал, и тишина, молчание вообще. То есть, там, я заказывал через сайт агрегатора, и у меня ни звонков, ничего непонятно. В общем, я позвонил, в итоге нашли заказ. То есть, тут вот определенная непонятность. Я не получал статусов заказов. В общем, что с ним происходит, и приняли ли его вообще у меня. Надо было делать заказ через приложение, наверное, я тогда бы все это видел. Скорость я поставил 5. Мне привезли за час 10 примерно где-то. Ну, может, даже меньше, или чуть больше. Ну, где-то в этом районе. Поэтому я доволен, в принципе. Температура 4, ну, и лайк 0. Заказывать я бы не стал. Честно говоря, наверное, и заходить бы просто в заведение, чтобы это поесть, я бы тоже не стал. То есть, мне показалась эта история неинтересной. Она была любопытной и имела потенциал стать интересной. Но она так и осталась любопытной, хотя я свое любопытство удовлетворил. Интереса в этом нет. И, соответственно, я с удовлетворенным любопытством сделал для себя лучше. Я туда заходить не буду. И, в принципе, советовать вам туда заходить тоже не буду, наверное. Ну, как бы, ну что, ну, да, борщ вкусный поесть можно. Супчик можно вкусный поесть. То есть, если вы где-то, наверное, там живете, я на сайте видел какие-то ланчи там еще есть. То есть, там, если взять супчик, пирожок там, ну, в принципе, нормально. Типа за 250 рублей, если вам это все продадут, вы покушаете, наверное, получите удовольствие. Но идти туда именно за какими-то гастрономическими ощущениями смысла нет. Купите просто паштеты, намажьте на хлеб и ешьте. Вот примерно то же самое будет. В общем, все, друзья, обзорище завершается. У нас как-то, каким-то образом, сегодня опять пироги так уж сложилось. Крылов, конечно, был мастер басни. Не знаю, достойно ли, что его фамилия отдана этим пирожкам. Мне кажется, что классик басни мог бы оказаться в каком-то более достойном бренде. Честно. А так как-то все скучновато. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Обязательно пишите в комментариях, на что вы хотите обзор. Я знаю, что вы хотите на Ninja Sushi и Bluefin. Ребята, доберемся до них обязательно. Субтитры подогнал «Симон»!